Да, я знаю, что в названии указано у барыги, но по факту я нашел его в толчке. Как это произошло, вы можете узнать на втором канале, потому что вышел влог. Ну и подписаться на него тоже не забудьте. Придя домой, я обнаружил, что диск пустой. Находка называлась Seagate Mobile HDD. В магазине его цена около 3000 рублей. Найти съемный жесткий диск было бы приятно каждому, но найти на нем интересную информацию оказалось бы еще приятнее. Но файлы я восстанавливал лишь пару раз и знал только программу Рикува. Ну и начал с нее. Рикува нашла лишь 39 файлов, и меня это, мягко говоря, не устроило. Во-первых, все эти файлы были видеофайлами с портала Chaturbate, там где прекрасные девы за пару баксов с удовольствием покажут вам вагину. И во-вторых, интерес разыгрался еще больше. Мне не терпелось узнать владельца диска и найти материалы посерьезней. Я решил произвести углу буйный поиск и стал искать другие альтернативные программы. Зашел на самый первый сайт, и вот. Здесь было 5 программ. На первом месте стояла Рикува, которая нашла всего 39 файлов. И я решил воспользоваться второй, под названием Hetman. Я просто отказывался верить, что на диске размером 500 гигов всего 39 файлов. Ну и, как оказалось, интерфейс здесь очень простой. Просто выбираете диск, выбираете сканировать, выбираете, что вы хотите просканировать. Быстрый поиск или углубленный. И нажимаете начать. Правда, сканирование в этом случае может занять очень и очень долгое время. Как, в принципе, вышло и у меня. Порядка 7 часов. Короче говоря, прошел один день. На этом моменте я бы хотел объяснить вам, откуда столько восстановленных файлов, папок и два жестких диска. Все дело в том, что это жесткий диск для ноутбуков, который был разбит на два логических диска и на котором была установлена операционная система. Поэтому так много файлов. Однако диск был отформатирован и в дальнейшем использовался как съемный накопитель. Но восстановленные файлы показали, что на нем была винда. В конце видео вы сами это увидите. Начал я это все делать где-то в полчетвертого утра и за 38 минут было найдено 213 тысяч файлов. Через час 26 было найдено уже 506. Видите, здесь очень большая цифра для завершения работы, сканирования. Поэтому я просто пошел спать. Так что в час дня были восстановлены все файлы. Но под словом восстановленные здесь имеется в виду, что удалось эти файлы вытащить по названиям. Но не факт, что мы сможем их восстановить от и до. Давайте обратимся в раздел глубокий анализ. Здесь мы можем конкретно выбрать некоторые файлы по расширениям. Вот, например, файл с расширением RTF. Здесь, как мы видим, идет лицензионное соглашение от июля 2017 года. Есть поврежденные файлы, но все-таки не все. Файлы PDF, но мы теперь знаем, что у него что-то было от Asus. Можешь, мамка. По-моему, это просто стандартные файлы, то есть мануалы, которые идут в комплекте во время установки каких-нибудь драйверов. Пойдем дальше. Файлы Microsoft. Хрен его значить за расширение. TIFF не знаю. TIFF такая болезнь, по-моему. Microsoft презентации. Презентации, к сожалению, тоже все утрачены. Сейчас попробую последнюю просмотреть. Документ номер 6. Ладно, идем дальше. Странная хрень, потому что здесь какая-то диаграмма. Европа, Азия, Америка. Документы 2007 года. Вот это что-то странное. Документ номер 58. Это что, китайский? Здравствуйте. Нихао. Это вот как переводится. Спасибо. Сэсэ. Не за что. Бу кэ ци. Бу юн се. До свидания. Дзан дзянь. Дзан дзянь. Ребята, извините. Дуй бу ци. Дуй бу ци. Дзан дзянь. Тут у нас все пусто. Просто нумерация идет. Китайский восточный гороскоп по годам. Вы какого года? Документ 0043. Здесь какое-то содержание, касаемое общее сведение про китайский язык. Исторический обзор диалекта китайского языка. Теперь, короче, понятно, что за основные термины были в том простом разговорнике. Ху цинь ци я. Получается, полная. Человек как-то связан с дописанием дипломной работы или курсовой, или какой-то научной работой про китайский язык. Так. Документы. Док. Икс. Эскрима. С испанского термин переводится как схватка или стычка. Им там что-то так далее. Еще этот вид глубокого оружия, это йо-йо, вложенный в сетку круглый груз на длинной веревке. Китайский молот-метеор. Первоначально ее представлял просто камень, привязанный к виноградной лозе, который использовали как оружие во время охоты. Интересно. Даже не знал. Ух ты, блядь, а сколько тут архивов. О, тут даже архивы показывают, что здесь есть. Документ номер 5. Восстановить. Давайте его извлечем. Ну ладно, архив хоть и поврежден, но все-таки некоторые файлы нам же удалось вытащить. Класс, класс, класс. Ой, короче, с архивами я уже заебался искать, если честно. Здесь большинство системных файлов, а все остальное, что попадается, оно повреждено. Видимо, было несколько шагов форматирования жесткого диска. О, вот, а ну нахуй. Какой-то 80-й можно восстановить. Потому что вроде как он рабочий. Нифига он, короче, не рабочий. Что это за файл такой? Смотрите, какая поебень реальная. Я его нашел в архиве файл 0080. Здесь есть файл rserf32.msi. Вбиваю его в поиск. Первое, что появляется, файл расположен на radmin.ru. Надежное ПО для удаленной техподдержки. Можно назвать это вирусом удаленного доступа. Ладно, возвращаемся дальше. Windows Media Audio. Бля, ну... Ничего, это можно... Блядь! Слушайте, а реально музыка-то работает? Я ж обосрался. Ха-ха! О! Картинки ПНГ. Ебеческая сила. 80 тысяч, 125 картинок. Вот как вы думаете, файл, который весит 69 мегабайт, это на самом деле ПНГшка. Ну, мне кажется, это пиздёж, потому что... Ну... Бля, нет, не пиздёж! Но я не могу понять, что в нём такого! Смотрите, 68 мегабайт. Я его открываю? Здесь какая-то розетка, блядь. Может, это архив на самом деле? Нет, это, к сожалению, не архив. Если бы был архивом, то он бы уже открылся. Но я не знаю, почему такая маленькая картинка так много весит. Подробнее, 32 на 96. Но, сука, весит, блядь, 68 мегабайт. Давайте начнём с 20 мегабайт по 999. Восстанавливать довольно быстро, я не ожидал. Фот ПНГ. ДАРК СОУЛС 3! Теперь давайте попробуем восстановить фотографии до, скажем, 400 килобайт. Ну, ПНГ 2 не сильно отличается от ПНГ 1. Здесь по-прежнему всякая дичь. Вот это уже интересно. Следующим на очереди будет звук. MP3 формат. Нет, он, к сожалению, повреждён. JPEG Image. Вот это уже будет поприкольнее. Потому что здесь я уверен, что картинок должно быть побольше, чем в формате... Ох ты, блядь. Почти 150 тысяч картинок. Если, по-моему, в формате ПНГ было их всего 80 тысяч, здесь их в два раза больше практически. Здесь относительно небольшой такой промежуток. Наверное, около 5000 файлов. О-о-о-о! Вот это! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пиздец, такое показывать нельзя, пизда, пизда, вот, вот она тоже, а это что такое, ебачу, не только больше, не знаю, короче, восстанавливать нужно через вот эту программу, если вы заметили, то у меня уже даже немного потемнело, и, в общем, сохранил 16077 фотографий, хотя можно было, конечно, сделать больше, потому что здесь они почти, не знаю, бесконечные у него, тут вообще голые фотки, тут скриншот с порнухи, бля, фу, Чуваку, видно, точно бабы давно не давали, вот нахуй ты себе хранишь, интернета как будто, что ли, нету, и примерно 70% из 15 тысяч таких фотографий, это женские половые части, в общем, мы просмотрели глубокий анализ конкретно по файлам, сделали для себя определенного рода выводы, что пишущий дипломную работу, при этом очень импульсивно мастурбирует, сейчас мы мельком просмотрим, что находилось на его основном жестком диске, то есть полностью папки, программ файл с Windows и подобное, попытаемся зайти на рабочий стол, увидеть, что у него там было, да и посмотреть, какие есть удаленные найденные файлы, здесь 6126 удаленных папок, которые были найдены, в этой корзине нету, а в этой корзине, в этой корзине те видео, которые мы восстановили, чат-лог, чат-лог, Ну-ка посмотрим, что здесь были за логи, мне интересно стало, может быть узнаем какие-нибудь данные про его операционную систему, китайское что-то, непонятно, непонятно, вот какие-то логи, за третье получается сентября, кабан и кобыла, это разные животные, тупой чел, лог с какого-то чата, вы вошли в канал чата-клан, а смысл игры, видимо, в пяти фрагах, вы оба даун, блядь, что они тут пишут, Как я понимаю, один из этих людей, который здесь писал, он как раз таки являлся владельцем этого жесткого диска, изменения в настройках системы, какая-то непонятная херня, лучшая в мире утилита для работы с архивами, чуть захуйня, тоже не могу понять, видеокарты у него, как я понимаю, не было, вот смотрите, где он использовался, вот мы теперь узнали модель его компа, Была использована Intel HD Graphics, Windows 10, X64, Celeron N3350, 1.1 Гц, такой процесс не потянет хорошую игру, поэтому игра была какая-то либо браузерная, либо очень легкая, типа там Ragnarok Online, Вот что о вас может сказать ваш жесткий диск, если вы вдруг его потеряете или захотите кому-то его продать, О, Steam, появился Program Files, Steam App, он играл в Crossout на русском языке, вот мы теперь видим еще юзер Steam ID, Юзернейм, я нашел его, блядь, я нашел его, я нашел его, я нашел его ID-шник, и я нашел его юзернейм, надо это за скрин, я потом его индивидуально поищу, не хочу-то сейчас сделать, полить его лицов, Даже удаленные данные со Steam'а помогли, ну что ж, блядь, я знаю, что ты играешь в Crossout, я знаю твой юзер ID, я знаю твой никнейм в игре, Так, 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 Program Files, о, блядь, а что было в Program Files'е у него? Мне больше интересно, что было на рабочем столе, папка Program Files, мы посмотрели, Program Files, x86, Windows Media, Vulkan RT, блядь, казино что ли? Вот был Steam, ммм, Steam, Steam у него, сука же, был, точно, эти данные, мне кажется, можно восстановить, да, или нет, ну-ка, попробуем, сука, зависла, хочу кое-что сказать, есть пару новостей, начнем с первой, она плохая, потому что у меня зависла программа, вот смотрите, я как бы не пытался ее остановить, Она нифига не работает, я уже подождал почти 2 часа, диск стал гореть только красным, не знаю, видно его здесь или не видно, короче, я не успел узнать, что было на рабочем столе, но мне кажется, это уже не принципиально В общем, пока я ждал, отвиснет ли эта программа или нет, я решил проанализировать еще раз те фотографии откровенных женщин, ну и зачем человеку в таком обильном количестве вообще нужны подобные фотографии Я нашел несколько переписок, я их уже скопировал себе, здесь были переписки с чеками, с номерами телефона Kiwi кошелька Сначала я не понял, для чего это все делается, потому что вот здесь один был номер, здесь уже номер совершенно другой Люди скидывали деньги и потом я в одном из скриншотов нашел ссылку на паблик Клуб и игривое окошко самой сочной девушки, только здесь, короче, чувак, как я понял, он находил все вот эти вот фотографии, блять, как бы это все так замазать технично, чтобы вы поняли, где что находится Короче, чувак копил эти фотки не просто так, дело в том, что он собирал фотографии эскортниц или там проституток с разных сайтов интим знакомств И добавлял их в ту группу под видом того, что там кто-то хочет из девчонок познакомиться, ну или просто для дрочеров Поэтому там также были видео с онлайн стриптизом для тех, кто любит понаяривать И да, кстати, я еще здесь спалил Kiwi карту, вот, правда я ее здесь замазал специально, вы сами понимаете почему И еще он любил копировать сюда видео из чатурбейта Вот смотрите, здесь логотип, а здесь вот бандикам, который записывает здесь дата 10 апреля 2019 года Ну и историю того, как я нашел этот диск, вы найдете на втором ютуб канале Он уже загружен и будет в описании под этим видео Поэтому, друзья, я вам не советую избавляться от своих старых съемных внешних жестких дисков, флешек или обычных HDD дисков Потому что кто знает, кто из них потом что сможет вытащить Можно сделать следующий вывод, что Recuva, она восстанавливает данные, но не в полном виде Вы сами видели, что программа Hetman, ну потому что это не Hitman, это Hetman Программа Hetman более углублена и досконально смогла восстановить всю картину того, кто был владельцем диска Мы смогли узнать с вами логин и ID Steam аккаунта этого человека Также смогли понять, на чем этот человек зарабатывал и в какие игры он играл и чем занимался свободное от работы время В принципе, от работы у него, наверное, не было свободного времени, потому что он был студентом Ведь мы прекрасно все помним, что он писал дипломную работу или научную работу на китайском языке Так что от жестких дисков мой вам совет, лучше сразу их уничтожайте Потому что если такие программы есть в свободном доступе, я представляю, что есть у тех, кто... Ну, в общем, у большого брата И если вам понравилась идея к этому видео, то возможно мы с вами как-нибудь в следующем месяце специально купим БУ жесткие диски, внешние или обычные И попытаемся с них тоже изъять информацию и потом как-нибудь ее преобразить Ведь как бы это уже будет официально мой диск, потому что я его как бы купил Так что я с ним что захочу, то и буду делать Ну а с этим диском я уже не знаю, что замутить, потому что в принципе он мне больше не нужен В итоге, ладно, пусть будет, 500 гигабайт тоже на дороге не валяются С вами был Овер, ставьте палец вверх, подписывайтесь на этот канал Если вам не понравилось качество, то извините, я не смог бы записывать это все на протяжении почти суток Потому что я начинал, был день, сейчас ночь А тем более я начинал еще записывать вчера, когда все нашел Так что вот так как-то и живем Подписывайтесь на мой второй ютуб канал, ссылка на него тоже будет в описании Я очень хочу добиться цифры 100 тысяч подписчиков Если вам не сложно, то просто сделайте это Всем пока и до скорого Если вы еще не ушли, то мне хотелось бы дополнить это видео, потому что монтаж я доделал И самого важного не сказал Как безопасно избавляться от информации на дисках перед продажей Либо просто вы боитесь, что их кто-то может восстановить Если вы хотите очистить свободное место на вашем жестком диске То есть такая программа CCleaner Заходим в нее, нажимаем стирание дисков и выбираем свободное место И тут уже сами выбирайте, сколько проходов вам необходимо сделать Разумеется, чем больше проходов, тем безопаснее А если вам безопасно необходимо удалить информацию с диска То есть такая программа под названием Eraser Выбираете файл правой кнопкой мыши Erase и ожидаете завершения Ну и в конце я бы хотел подытожить, что мы смогли узнать из этого диска Вот, пожалуйста, 9 пунктов Возможно, я что-то пропустил Не забывайте подписываться на канал и на наш второй канал И если вы хотите посмотреть рум-тур и влог, как я нашел этот диск То ссылка будет в описании На восстановление и изучение этих данных я потратил почти сутки Поэтому если вы цените мое творчество То, пожалуйста, не забудьте поставить палец вверх И написать 3-4 комментария для того, чтобы это видео вышло в топ Я редко об этом прошу, но сейчас сделаю исключение Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok